Испокон веков, еще до того, как были изобретены холодильники на электричестве, наши деды знали о бесплатном способе сохранения продуктов на несколько месяцев. Ну и сейчас еще даже некоторые люди на своих дачах или многие в деревнях пользуются этим способом. Сохранение продуктов без электричества, без какой-то энергии, без аккумулятора. Но в этом видео я хочу поговорить не сколько об этом дедовским способом сохранения продуктов на несколько месяцев без электричества, а сколько о том, как усовершенствовать его. И чтобы из такого вот холодильника, для которого не нужна энергия, да, не электричество, не аккумуляторы, чтобы его усовершенствовать. Чтобы к этому дедовскому старому способу добавить то, что придумали, открыли ученые. То, что когда-то деды не знали нашли, но мы знаем. Вот об этом я и хочу поговорить. Но вначале, а что это за способ такой, старый способ сохранения продуктов? Это погреб. В отличие от подпола или подвала, где температура плюс, выше 10, например, плюс 15 градусов, в погребе температура от нуля до плюс пяти. Зимой ближе к нулю, да, летом ближе к пяти. Данная температура идеальна для того, чтобы хранить, да, в многие продукты. В том же обычном холодильнике, вот я проверял в своем, плюс 5 у меня в холодильнике. То есть очень хорошая температура, да, представляет многое, что сохранить. Но в данном видео я хочу поговорить о морозилке, больше о морозилке именно. Как вот этот дедовский холодильник без электричества, да, усовершенствовать, сделать морозилку. Отсек в нем сделать, да, где будет морозилка. До того, как были изобретены холодильники, да, морозильные камеры, то есть и раньше была естественная морозилка. Это зима, да, обычная зима. Поэтому люди обычно раньше как делали? Выращивали за лето живность, да, скотину, там, бычка или свининку. Потом мороз как наступал, они кололи, да, и зимой хранилось это мясо несколько месяцев. А если весной еще оставалось мясо, чтобы оно, ну, растянуть его, да, чтобы оно сразу не испортилось, некоторые делали так, чтобы в погреб засыпали снег. И получалось, что таким образом в погребе весной температура поднимается, да, если зимой там 0 где-то примерно, да, то весной где-то плюс 5 примерно. И получалось так, что кидая туда снег и мясо, тем самым в мясе температура, температура была где-то в погребе, не в погребе, вот, вокруг мяса этого, да, 0. Но таким образом чуть-чуть они увеличивали срок этого мяса, да, что оно, ну, на несколько дней, да, они могли дольше его хранить, сохранить таким образом. Но я хочу рассказать о другом, да, усовершенствовать этот способ, вот. И это все благодаря воде, да, обычной воде. Но вы знаете, что у меня, знаете, самая распространенная приправа, про которую я вообще рассказываю, говорил во всех, почти во всех своих видеох, она есть, это, ну, вещество вообще, да, это соль. Вот везде соль, это на первом месте, да, я все солю, на втором месте уже зола. Я все солю, огурцы, капусту, золу, да. Вот сейчас я буду солить снег. Буду снег солить. Для того, чтобы добиться определенного результата. Вообще, про свойства воды. Вода это такое вещество, вот, необычное вообще. Кажется, вроде бы обычное, да, но у нее интересные свойства. Вот, например, если взять вот мороз, да, когда я снимал видео зимой, делал печь, помните, да, печь делал в бане. Я говорил о том, что нельзя наливать горячую воду. Вот кажется, логически, да, зима, да, наливаешь, разводишь раствор горячей водой, ну, кажется, дольше будет, да, пока она остынет. Но на самом деле наоборот. Получается, что зимой, в мороз, горячая вода схватывается быстрее, быстрее кристаллизуется, чем холодная. Представьте, да. Ну, помните, да, эффект пембы я показывал, да, брал кипяток, да, горячий чай, да, и рассеивал его таким образом, да, выливал. И когда кипяток, он моментально превращался в пар, да, в дым, ну, более крупные капельки, да, они в альтинки превращались. То есть тут же, да, какие-то секунды все это происходит. То есть, ну, такое свойство воды. Но у снега тоже особые свойства есть. Вот если снег смешать с солью в определенных пропорциях, то он охлаждает. То есть температура снега с нуля, обычная, да, температура снега, опустится до минус 20 даже. Представьте, минус 10, минус 20 даже, даже минус 20 с чем-то может быть. Представьте, да, вот, как можно охладить. А обычные вещества, просто снег, да, и просто соль. Что есть у каждого. И эксперимент, то есть в данном случае такой, в обычный погреб надо положить вот этот вот какой-нибудь ящик. Идеальным вариантом будет, например, старый холодильник, да, в этот старый холодильник или какой-то ящик засыпать снег с солью. И это и будет наша морозильная камера. Но у меня нет такой возможности сделать погреб, потому что, ну, кто смотрит, да, мои видео, знает, что я живу на болоте, на буквальном болоте, да, на настоящем болоте. Вот, поэтому у нас тут лягушки квакают, здесь забегают, чуть ли не в дом уже бегут, ну, благодаря коту барсику нашего. Который их ест, он истинный француз, да, а не только он сразу думает, по-французски говорят, все, сразу их ест. Вот, ну, получается, что из-за болота я не могу сделать погреб, чтобы провести данный эксперимент. вот, ну, я создам подобные условия. Сейчас на улице плюс 5 градусов, то есть такая же температура, как в погребе. И будет, вот, вся неделя, вот, будет такая температура, от нуля до плюс 8. То есть, хороший вариант для того, чтобы, да, вот такой вот эксперимент провести. Ну, вот, если посмотреть, температура даже плюс 7 сейчас. Плюс 7. Такая вот температура плюсовая. Так. Вот, в общем, у меня тут холодильник. Но, этот холодильник, сейчас покажу. У него тут ничего нету. То есть, он вот, пустой, сломанный. Видите, ни мотора нету, ничего. Все обрезаны, трубки обрезаны, как бы, провод. То есть, ну, ничего нету. То есть, не рабочий. Я его буду использовать чисто, как, можно сказать, тумбочку, куда я буду складывать снег. Я его переверну. Вот так вот. Переверну. Дальше сделаю. Вот так вот, наверное, чтобы видно было. Так. Это я убил. нам не нужно будет. Так. Стеклые. И сюда вот закидаю снег. Вот так вот сделаю. В общем, такой вот эксперимент будет. В этот снег, который я размешаю солью, я положу воду, вино. так как температура плюс 7, да, то, естественно, при этой температуре даже вода не застынет. Но, если все получится, то снег с солью опустит температуру в этом сломанном холодильнике, да, до минусовой температуры. Ну, вот как раз и проверим, какая будет температура. Можно сказать, поехали. Буду таскать сейчас снег. Пропорции такие. Вообще, пропорции пишут на 100 грамм снега 30 грамм соли. Ну, я увеличу это, естественно, да. Увеличу в 100 раз. Это получается на 10 килограмм снега 3 килограмма соли. Килограммы соли легко проверить, они пачки по килограмм поддаются, пакеты, да, килограмм, то есть это легко. А вот в отношении снега сложнее. Но, так как я регулярно зимой топлю снег, литр и килограмм воды один и тот же объем, один и тот же получается вес, то получается, что, чтобы сделать из снега 10 литров воды, обычно понадобится 4 ведра снега. Ну, плюс-минус ведро. Снег разный бывает, да, где-то свежий снег больше надо, сейчас будет таять все сильнее и сильнее, снег тяжелее будет становиться, поменьше надо будет. вот такой пропорции примерно 4 ведра. 4 ведра 40 литров 40 литров снега для того, чтобы получилось 10 килограммов снега, да. Ну, и 3 килограмма соли. Сейчас температура где-то плюс 8, около плюс 8, плюс 7,5, да, около плюс 8. Вот, я теперь хочу вот здесь вот, сейчас вот в этом отсеке, вот здесь, я оставил просто обычный снег, без соли. То есть, я сейчас просто опущу сюда градусник, на какое-то время полежит. Снег. то здесь должна температура быть 0. Сейчас посмотрим, сколько будет. плюс 1, да. Получается, плюс 1 показал градусник. Теперь я вот в этот наш снег положу сюда кратусник. Так, воду, да, просто обычную воду, обычная холодная вода при комнатной температуре, которая тоже укутываю ее. Так, и вино. руки замерзают. Ничего себе назвал перчатки одеть. Не могу, сейчас перчатки одену. Вообще невозможно. на всякий случай тут паштет есть. Вот, видно, да, вот он, мягенький паштет. я просто сейчас проверю сколько градусов, да, и оставлю. Посмотрим, как она застанет. То есть прошло всего две минуты. Так, ух ты, минус одиннадцать. То есть уже через, буквально сразу же, да, уже температура показала минус одиннадцать градусов. То есть морозилка, вот у меня морозилка, я проверял, тоже, представьте, минус десять градусов морозилки. Ух, морозится. Прошел ровно час. вначале посмотрим температуру. Так, минус семнадцать градусов температура. Так, как замерзло или не замерзло еще, начну с воды. Так, ну, вот лед видно, наверное, Вот есть, верхняя корочка появилась. Вот он, вот так, если опустить вид. Вот, видите. Пока еще только, только краешек замерз. Видимо, надо побольше температуры, по времени побольше подержать. так, и так, длина. Ну, естественно, длина побольше должно быть. Тоже, вот, краешек подмерз. Вот тут видит. льдинка на краю чуть-чуть, Но надо побольше по времени подержать побольше. Вот, вот такие вот результаты через час. О, вот так интересно получилось. Я перевернул, и вот вверху лед. Вот он. Это все лед. побольше подержим. Вот такие результаты через час уже. Так, ну-ка, что там у нас? А паштет твердый стал, но вот здесь край замерз. Ну, если сильно нажимать, то чувствуется, что внутри он еще мягкий, а с краев уже заморозился. вот здесь, везде по краям, но внутри еще мягенький. ну вот замерзает. Когда будете мешать снег с солью, будьте осторожны, потому что вот я в этот раз позабыл и чуть не обморозил пальцы. Перчатки позабыл гладить. Поэтому обязательно подумайте об этом, чтобы не получить обморожение. Что, барсик? Два часа прошло? Да, прошло два часа. Пора проверить. Так, начнем. Паштет. О, полностью замерз. Я даже продавить не могу. Слышно? Это паштет. Твердый стал. Полностью твердый. До конца промерз. Так, бутылочка с водой. Это вот оно так. Но там внутри еще есть вода. Хотя по краям заморозилась. Видно, Вот. То есть вода есть, но здесь везде лед вокруг. Вот лед сверху. постоит еще несколько часов и полностью промерзнут до конца. Это я уверен в этом. То есть вот за два часа смотрите уже как промерзло. так, надо открыть попробовать. Так и не получилось у меня открыть. Видно, перемерзла крышка хорошо. лед. Вот если это же сжать не могу. Попробую. Слышно? Хочу попробовать ее сжать. Не получается. замерзла. Замерзла. Мощно замерзла. Причем у меня не получается бутылку зажать хорошая корка льда. ну и осталась у нас бутылочка вино, да? Так, сейчас вино произошло. Оно замерзло. Быстро. Но оно почти полностью замерзло. Видите, совсем немного вина. осталось. Вот оно. Совсем чуть-чуть. Остальное замерзло. Винный снег. Вот такой вот винный снег. так что вот за два часа да как получилось замерзло. Что говорить, если оставить это на несколько часов. так что смотрите изобретение века прошло три часа. Так, проверим, что же. Так, сейчас уже вечер, и температура опустилась до плюс трех, плюс начали с бутылкой воды. Там практически воды-то не осталось. А вон есть чуть-чуть внутри. Так же твердая бутылка не разбить. Лед. Так, теперь свином. основательно замерз полностью. Ну, если бы, конечно, бутылка с вином была бы полная, то, конечно, тоже так же бы, как и вода, дольше бы замерзала. Тут ее меньше. Или воды, например, была бы не полная бутылочка. Так, что вот. Такие вот результаты данного эксперимента. То есть, это за три часа. Если вы желаете узнать о результатах дальнейших, я собираюсь наполнить данный холодильник снегом и солью смешать и на все лето оставить. То есть, если вы хотите узнать о результатах, пишите в комментарии. Я, как проведу эксперимент данный, я вам напишу о результатах. Что? Ты думаешь? Ну, давай попробуем. Проведем такой эксперимент. Проведем, проведем. представьте, в наш век, когда за все надо платить, есть способы сделать такую морозильную камеру. Причем, не надо платить за свет. Да, сделать ее очень легко. Соль стоит копейки, а снег вообще бесплатно. То есть, получается, что это очень удобный способ. Можно сохранить мясо, можно сохранить еще что-то замороженные фрукты, в основном ягоды замораживают, мясо ягоды. То есть, все это можно летом заморозить в таком холодильнике. Я, конечно, не знаю, как вот если оставить при плюсовой температуре. Я вот оставлю это. Просто интересно, не в погреб если сделать, а просто здесь оставить. У меня нету погреба. Что будет, если здесь оставить? Будет снег таять или нет? Я просто думаю, логически, что будет. На самом деле, может и нет, потому что там реально холодно. Я пальцы чуть не отморозил себе, представьте. Вот у меня сейчас даже пощипывает, как при сильно морозе, когда на улице выходишь при сильном морозе. Так что, я думаю, многим данный способ будет полезен. Поделитесь со своими друзьями, они вам, я думаю, будут очень благодарны. Соцсети, мессенджеры, вам будут все благодарны за этот способ. И, кстати, знаете еще в чем? Ты сам решаешь, какого размера будет у тебя морозильная камера. То есть, сейчас порой мы думаем, вот мы бы хотели такую морозилку, да, ну, получается, меньше берем, да, а здесь мы сами решаем, да, какую сделаем. Причем, не зависит от этого. так что, спасибо вам за внимание. Я думаю, вашим знакомым, друзьям данный способ может очень сильно пригодиться, поэтому поделитесь, пожалуйста, данным видео везде, где можно, в соцсети или мессенджеры, потому что, я думаю, многие вам будут за это очень благодарны, за этот способ. Ну, и также посмотрите другие видео с моего канала. На самом деле, я много разных видео снял. Может быть, какое-то видео вам тоже пригодится, будет полезно. Так что, всего вам хорошего, ну, и до скорых встреч.